Это исчезновение так и останется, пожалуй, одним из самых загадочных в Алтайском крае. 28 марта 2014 год. Ксюша Бокова вместе с подругой возвращается из школы занятий по ПДД. Только в этот день Ксюша так и не вернется домой, хотя до него останется каких-то метров 200. Девочка пошла в свою сторону домой. Дочь моя должна спуститься, была по трудовому ниже к пойму реки, перейти мост. Подошла и на горе у нас возле дома подняться магазин. Магазин она за хлебом не зашла. Вот этот небольшой промежуток, ребенок пропадает. Тогда к поискам пропавшей Ксюши присоединились сотни неравнодушных людей. Помимо волонтеров и полиции, это были и мошенники, и даже экстрасенсы. Так, например, новосибирская ведьма Елена Голунова утверждала, что Ксюша Бокова жива, и ее насильно удерживают в одном из коттеджей. Но так или иначе, уже несколько лет назад было возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка. Хотя накануне также в СМИ появилось такое предположение, что девочка могла сама уйти нечаянно под воду, и ее могло затянуть выл. Все, вылазь оттуда. Здесь я переброшу. Эта кадра снята и спустя несколько дней после пропажи 11-летней Ксюши. Спасателей следует каждый сантиметр дна. Поиск нельзя назвать простым. Искать довольно непросто. Дно илистое, местами глубокое, ямы всеразличные. Да и так, всякий брод. Вода холодная. Но, тем не менее, люди помогают. Людей много собралось. И вот спустя 7 с лишним лет жители Новоалтайска заговорили о том, что Ксюшу Бокову, возможно, нашли. Местный рыболов обнаружил в реке Черемшанка чьи-то останки. Утверждать о том, что это именно Ксюша, пока нельзя. От 10-ти где-то. В 10-ти я пришел, у меня уголь должен был привлечь, я в ограде убирался. И вот они вот с этого времени до 8-ми вечера. Тут столько машин было, аж люди все удивились. Идут разговоры, что вроде бы может быть и она. Прошло 7 лет, я говорю, у нас течение здесь большое, особенно половодие, когда идет. В этом году было сильно, очень сильно половодие. Все эти годы в соцсетях идут споры. Периодически в интернете появляются фотографии подростков, которые якобы похожи на Ксюшу. И якобы Ксюшу видели то в другом городе, то в цыганском таборе. Но очевидно, что это лишь разыгравшаяся фантазия людей. Последнее слово за следователями. Сейчас они проводят большой комплекс экспертиз с использованием высокотехнологичной техники. Для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности, костных останков, пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой, назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК. Кстати, вопреки слухам, родители девочки отрицают тот факт, что они были на опознании ребенка. Им, как и всем нам, остается ждать результаты экспертизы. А это процесс не одного дня. Ирина Корчагина, Данил Захаров. День с толком.